Буквально несколько дней, и вот уже гусеницы дожили до третьего возраста, напитались, и вот таким вот образом вредят. Эти насекомые теплолюбивы и хорошо чувствуют себя во влажном климате. В этом году американскую белую бабочку в Анапе обнаружили 6 июня. На деревьях появились целые колонии. Хоть сама бабочка и безобидна, одна особь может отложить более 300 яиц. Из них появляются прожорливые гусеницы, наиболее уязвимый клён и шелковица. Под удар попадают и плодовые деревья. Совсем недавно вредители распробовали листву грецкого ореха. Конечно, допускать до того момента, когда гнездо уже разрослось и достигает полметра или метра величину, конечно, не стоит. Можно обработать любым разрешенным для применения в городской черте пестицидом, инсектицидом. Это поможет либо, если гнездо небольшое, то банально срезать эту ветку и, естественно, уничтожить гусеницы, которые там находятся. Самый действенный способ борьбы с вредителем – обработка пестицидами. Современные препараты безвредны для людей. Главное – соблюдать правила безопасности и тщательно мыть обработанные фрукты и овощи перед употреблением. Мы находимся на курорте, поэтому применять какие хочешь яды, как где-нибудь в лесу, например, или в поле, в садах промышленных, нельзя. Приходится подбирать яды, которые наносят минимальный вред и отдыхающим, и людям, и экологии. Есть такие яды, которые мудрые японцы придумали, называется он демелин. Суть их в чем, что не травится эта гусеница, а у нее не развивается кожный покров, кутикула. То есть она в своей скорлупе задыхается. Борьба с бабочками ведется повсеместная. Обрабатываются деревья и кустарники, особенно тщательно в курортной зоне. Ведь гусеницы способны вредить не только деревьям, но и человеку. Они могут вызывать аллергию. Все зеленые зоны курорта под контролем специалистов зеленстроя. А вот частные территории – ответственность землесобственников. Это один из карантинных объектов, которые отслеживаются родсельхознадзором. И борьба с которыми входит в обязанности землесобственников и землепользователей. И нарушение правил этой борьбы, естественно, подпадает под административную ответственность. Так же, как борьба с англосом. За сезон бабочки, как правило, воспроизводят два поколения. Первый этап продолжается с июня до середины июля. Следующее поколение начнет вредить в середине августа. Специалисты напоминают – от эффективности борьбы с вредителем будет зависеть здоровье урожая. Продолжение следует... Продолжение следует...